Привет, друзья! Сейчас очень много появилось рекламы в интернете, особенно такой вирусной рекламы, насколько прикольный и интересный и успешный бизнес настенный принтер. Всего лишь стоит купить принтер, у которого относительно небольшая цена и можно зарабатывать хорошие деньги. Так ли это на самом деле? Сегодня мы раскроем эту тему намного шире. Кому не стоит заниматься этим бизнесом, отговорить вас от этой идеи и почему. Если рассматривать эту тему для себя, обязательно досмотри это видео до конца и перед началом видео обязательно поставьте лайк. Привет, друзья! Привет, друзья! Меня зовут Сергей Молин и я веду канал о цифровой печати на стенах. В этом видео мы с вами поговорим на тему настенный принтер, как начать бизнес. Нужно ли вам бросать свою работу и окунаться с головой в тему настенной печати. И в этом видео я хочу попробовать отговорить вас. Отговорить вас от темы настенный принтер. Почему это может быть не самый лучший выбор? Устраивайтесь поудобней, наливайте себе горячий чай и ставьте лайк. Итак, на первом месте, если у вас финансовые трудности, проблемы с деньгами, настенный принтер это не ваш выбор. Это точно не тот момент, когда нужно заниматься настенной печатью. Настенной печатью и вкладываться деньгами. Это не значит, что здесь нельзя зарабатывать. Чтобы начать зарабатывать, должно пройти какое-то время. Вы не будете зарабатывать сразу после того, как купите принтер. И вы не будете зарабатывать много через месяц или два. Скорее всего, вы начнете зарабатывать через полгода, 8 месяцев. Поэтому я вас настойчиво отговариваю, не нужно покупать принтер, если у вас сейчас есть финансовые сложности и сложности свободного времени. И только после того, как вы решите свои финансовые вопросы, и у вас будет уже устойчивое финансовое положение, и кроме стоимости самого принтера, у вас будет еще на хлеб с маслом ощутимый запас денег. Вот только тогда вы можете начинать. Вы сможете спокойно погрузиться в эту сферу, не считая ни деньги, ни время. И еще очень важный момент. Никогда не берите кредиты. Очень большая вероятность того, что не получится вам быстро вернуть кредит и быстро отбить принтер. Все это дело может растянуться на очень длительный период. Поэтому, если есть какие-то финансовые сложности, мы не идем в бизнес на стены принтера. Поверьте мне, просто на слово. Второй момент, который нужно учитывать при выборе данного бизнеса. Любите ли вы железо копаться в электронике, разбираться в платах? Кроме того, что вы должны будете разобраться, как работает принтер, какие колесики за что отвечают, куда что крутятся. То есть, изучить всю механику, понять логику. Также вам придется изучить и понять, как устроен принтер изнутри, какие платы за что отвечают. То есть, моменты, когда принтер будет выходить из строя, он не исключен. И вам в этом плане никто не поможет, пока вы сами не разберетесь. Кроме принтера, вам нужно будет разобраться, изучить, как работать с картинками, какие программы вам нужны и полностью ими овладеть. Не на профессиональном уровне, но на уровне хорошего юзера, который сможет самостоятельно обрабатывать картинки, готовить их для печати, не прибегая к услугам фрилансера. Кроме того, умение нажимать на кнопку принтера, вам должно нравиться и желание разобраться в картинках, в создании картинок, в дизайне интерьера. Если вам это не близко, работа вам будет не в радость. И если вам нужно разобраться в этих всех программах только ради каких-то больших денег, то, уверяю вас, у вас ничего не получится. У вас будет постоянно стрессовая ситуация, вы будете постоянно испытывать дискомфорт. Для того, чтобы продвигать свои услуги, вам нужно будет изучить, как SMM, таргетированную рекламу, создание сайтов. И пока вы не поймете сами делегировать и нанимать каких-то фрилансеров, вам не удастся, эффективно не удастся. То есть слить деньги вы всегда сможете, но не понимая, как это работает изнутри, и вы не сможете четко поставить задачу. Скорее всего, вы ее поставите, но через опыт своих же ошибок на второй, третий, четвертый раз у вас уже получится. Но пройдет время и потратятся определенные деньги на все ваши движения. Ну что, идем дальше. Следующий важный момент. Есть ли у вас чувство прекрасного? Печать на стенах очень плотно связана с дизайном интерьера, с дизайнерами, обустройством квартир, жилых помещений. И здесь возникает вопрос, есть ли у вас чувство прекрасного, вкус, вы разбираетесь в стилях интерьеров, все, что связано с дизайном и с эстетикой. Почему я делаю акцент на эти нюансы? Потому что не всегда и в большинстве случаев не будет такой картинки, что к вам приходят уже с готовой картинкой и с готовым интерьером. Это идеальный вариант, который будет попадаться все реже и реже. Самая идеальная и практичная ситуация, это когда вы создаете под дизайнера картинки, эскизы. В идеальном случае вы должны сами генерировать интерьеры и изображения в интерьерах и расширять кругозор дизайнеров, архитектора и потенциальных клиентов. Как по примеру, Pinterest. Для того, чтобы вдохновиться и найти какие-то идеи для будущих своих интерьеров, дизайнеры очень часто обращаются к Pinterest и там часами сидят и юзают. Так же самое и вам нужно сделать свой мини-мини Pinterest. Постоянно генерировать каталоги на различные темы. На тему, как оформить кафе, как оформить офис, как оформить комнату мальчика. И везде стена, часть интерьера, картинка, стена, картинка. И показывать ваши возможности, ваши возможности печати. Тогда все будут уже обращаться к вам за готовыми кейсами. И только тыкать пальцами и говорить, я хочу именно вот эту картинку на своей стене. И бизнес на стене печати, это не про скорость и не про быстроту, возврата инвестиций. Это про то, что ты любишь, тебе нравится и про развитие, не про быстрые деньги. Ну и последний важный момент, на который стоит обратить внимание. Если что-то в жизни у вас сейчас происходит и вам нужно срочно принимать решение, и поэтому вы решили все, работа не клеится, меня выгнали с работы, отпустили в отпуск за свой счет, у меня есть свободное время, и займусь я поиском своего бизнеса. Хочу вас, к сожалению, разочаровать, но не получится. Вложить только деньги в принтер, начать бизнес. Изучите, проведите хороший анализ, анализ рынка. Печать на стенах требует длительного погружения. Вам нужно для начала обучиться, разобраться в этой сфере бизнеса. Это огромный объем информации, огромный пласт контента, который вы должны пропустить через себя и проанализировать. Потом вам нужно сделать портфолио. Без портфолио вас никто не узнает и не пригласит. А для того, чтобы сделать портфолио, вам тоже понадобится и опыт, и знание, как это все делать правильно. На наших консультациях мы полностью раскрываем вопрос подготовки и портфолио, и как начать с минимальными затратами финансовыми и временными, как начать печать на стенах принтера. И заметьте, время становления полгода, 8 месяцев. В это время вы не будете зарабатывать деньги, вы будете только добавлять и вкладывать, вкладывать, еще раз вкладывать. Поэтому, имея в сумму только на на стенах принтера, вообще не стоит заниматься этим, потому что у вас не будет ресурсов дальше скручиваться. И ситуация, когда вы купили принтер и вдруг у вас посыпались заказы, откуда они могут посыпаться. То есть не стройте иллюзии, а стройте планы. Планы и холодный расчет, как привлечь клиента. А как привлечь клиента, я тоже рассказываю на своих консультациях, как привлечь клиента, портрет клиента, как его найти, как привлечь, подогреть. И только потом вы начнете понемножку зарабатывать. Если вы действительно хотите заниматься настенной печатью, спланируйте и продумайте заранее все свои шаги. Считывайте минимум на 6 месяцев, для того, чтобы вы смогли себя прокачать и подготовиться. Подготовиться к серьезной работе. Чтобы не было такой ситуации, что у вас куча кредитов, нужно заплатить за аренду квартиры, и здесь у вас нет заказов. На самом деле, настенная печать очень интересное и прибыльное дело. Кроме печати на стенах, я занимаюсь маркетингом, рекламой. Но для того, чтобы к этому прийти, мне понадобилось время. А многие, многие испытывают иллюзию. Иллюзию, что на этом можно потратить несколько недель и быть на коне. Да, будет хорошо. Будет хорошо у одного из 10 или из 100. Чтобы такого не было, осознанно подходите к принятию решений и покупке принтера. Если у вас все хорошо, есть стабильный доход, есть вкус, есть какие-то базовые навыки работы в фотошопе, работы с соцсетями, тогда у вас с большой вероятностью все получится. А если вы испытываете иллюзии и ведетесь на рекламу в интернете, где рассказывается, что элементарный бизнес достаточно иметь сам принтер, то я вас разочарую. Я уверен, в 99 случаях вас ждет разочарование. Зарабатывать? Зарабатывать можно, но на это нужно время. Если оно у вас, ответьте сами. Чтобы у вас сформировался опыт, сформировались знания, багаж знаний. Это видео мое предостережение новичкам и желающим узнать о этом бизнесе больше. Ну а те, кто не испугался моего описания, я приглашаю на консультацию, в которой кратко, очень быстро, но разложу все по полочкам. Как нужно начинать? Какой принтер выбирать? У какого производителя покупать? Нужны ли посредники? Какие расходные материалы нужны? Себестоимость печати? Полностью мини-план согласно вашей входящей информации. Также, познакомившись с вами, мы поможем вам создать ваше портфолио и правильно презентоваться на вашем рынке, в вашем регионе. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрит меня, подписывается, пишет комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok